Типа, как самый крутой в спидран комьюнити Дарк Соулса был. Блин, ребята, он вообще просто там, в спидране просто КДК показал. Нет, просто меня девушки много поправляли на эту тему. Я тоже был не ведущий ребят когда-то. Когда-то я был не образованным, не образованным человеком когда-то я был. Но меня девушки поправляли и объясняли мне много раз, в чем разница между педикюром и маникюром. Так что, теперь-то я знаю. Пидран рекламы и мсайт был уже. Джену Марблс, ты я видел Джену Марблс. Ну, у нее там есть прикольный вид, но она надоедает быстро. А, не, Капитейн. Капитейн Тойна, но он рейджет, да. А, ну, Тор Ви, он приятный чел, нормальный. Ничего плохого не могу сказать. Но будет много мисплеев. С того, что я видел, как он готовится, довольно тяжело. Возможно, даже будут загружены сейф-файлы. Но я надеюсь, что все у него сложится нормально, потому что Dark Souls это рандомная игра. Начало как бы простое, все просто. Начинается все самое интересное с Грейтвудскипа. Скорее всего, у нас будет сейф-бонфайр взяться. Ну, наверняка он будет брать сейф-бонфайр. На ГДК, ну, Элайз сам не едет на ГДК. Он не садмитит. У Элайза есть ИСА. На, у нас Бабл Зелфуэга на диване. У нас заготовленная шуточка со старта. Сейчас у Тор Ви, ребят, сразу со старта была заготовленная шуточка. Это Dark Souls. Здесь умрет много штуковин, но надеюсь, что не я. Нам бы синхронизироваться, кстати, если ты здесь, Кирилл. Давай синхронизируем тайминги. Три, два, один, поехали. Ну, и на самый сложный первый босс. Раздеваемся здесь со старта, потому что, в принципе, нам нужно прыгать подальше. И в начале не так много дэмэджа, поэтому армор в начале не решает. Если вы посмотрите внимательно, сразу видно, что человек не совсем опытный, потому что очень много лишних движений. Персонаж бегает влево-вправо, теряет заветные фреймы. Витамины менеджмент тоже много лишнего. А в идеале до босса добежать, чтобы у тебя ни одной стаминки лишней не осталось, чтобы ты в ноль прям потратил все. Значит, первый босс, тратка простая. Делаем 13 ударов, потом делаем 2 заряженные атаки. В двуручной стойке. И на 15-ю, ой, на 16-ю атаку босс должен застанется. Это плохая атака, придется ролить ее. Можно, в принципе, парировать, и это одинаково медленно, что ролить, что парировать, но по стамине выгоднее все-таки просто заролить, потому что парирование отнимает довольно много стамина. Отлично, стаггер. Заходим за спину, делаем еще 2 удара и его струф. Очень плохой РНЖ, это когда он делает атаку, которую нужно ролить, и если он прыгает вверх. В принципе, неплохо. Хороший файт, ребят, был сейчас. То, что получаешь урон, ребят, здесь очень много урона танчится. Ну, все самое интересное начнется после Грейтвуда. Во-первых, у нас еще Ференкип скип будет. И, ну, не стоит ожидать сейчас каких-то супер-йолло-страт. Возможно, он будет с Ивова бегать, брать много лишних вонфайров. Как я говорил, никому не хочется заруинить. Сейчас он купил у нас помощь в лечении, спелл, и голову для того, чтобы кастовать помощь в лечении, потому что будет использоваться баг, который называется Тамбл Бафф. Он позволяет бафать оружие, которое зачаровано фаер-гемом. То есть само оружие по себе, ну, смолу на него намазать нельзя, но с помощью бага Тамбл Бафф можно. Плюс дюпать можно души, дюпать можно все смазки, все-все-все, все, что угодно. Да, я раню Dark Souls 3 сам непосредственно. Почему он через релок дверь не скипает? Потому что это ран на марафон, и здесь кьют-аутов будет как можно мало, как можно меньше. Здесь все равно будет считаться RTA, поэтому, ну, выхода из игры никому не интересно смотреть. Он же не на рекорд бежит, он просто показать ранг. Этот ранг как раз таки будет через кровотечение, но когда вышло второе DLC, очень сильно понерфили дамаг от кровотечений, поэтому сейчас с кровотечениями никто не бегает. Но у нас не будет второго DLC здесь, у нас будет предыдущая версия, просто с первым DLC, то есть из новых боссов, помимо всех остальных, будет только Фрида и Грейвтендер. Отличная анимация скипнул, падение. Неплохо. Плюс, в принципе, в новом патче Тамбл Бафф, механика работает чуть по-другому, ты можешь кистать абсолютно любое спел, и можешь дюпать все с пуком, и самым изначальным спелом, который у тебя со старта дается. Конечно же он играет на геймпаде, но большинство скипов он будет делать на клавиатуре. Здесь идет большой микс. Почему спидранница DS неопытный человек, я объяснил в начале того, как они начали, что со спидсоулс комьюнити просто не заладилось у геймзанквика, из-за того, что... Ну как-то не заладилось, поэтому бегают люди на геймзанквике, такие, которые не имеют отношения, в принципе, к спидранам по дарксоулсу. То есть они как бы приходят в дискорд спидсоулса, тренят им, помогают, но при этом они не являются активными раннерами этой игры и не участвуют в соревновательном режиме в этой игре, то есть именно в соревновательных спидранах по дарксоулсу. Будет ли он сейчас выходить из игры? Нет, правильно, окей. Здесь можно выйти из игры и появиться, в принципе, сразу за воротами и сэкономить 5 секунд, но это делается только как новая эра, именно реал тайм, чтобы сэкономить. Значит, в чем суть бага с дюпами и стамбл-бафом? Ты используешь смазку, она не используется, ее выкладываешь на землю, кастуешь помощь в лечении и юзаешь любой предмет, который используется. Это эстус, может быть какой-нибудь черепок, ну и так далее. И, в принципе, смазка используется. Мы увидим это на следующем боссе, на Грейтвуде. А из-за чего появишься около той двери? Потому что это локация с боссом, и если ты выйдешь из комнаты с боссом, ты автоматически появляешься напротив туманных ворот, потенциально. Если ты не активировал танцовщицу еще, то ты появишься просто все равно в том же месте, где должен быть туман, но босс не активировал. Ну смолы хорошо, смола, это что, он смазывает свое оружие, ребят. Что вы начинаете? Ну, господи, сортирный юмор. Сколько тут боссов? 21 босс будет убит. Поднимаем черепки на будущее. Нет, я не подавал заявку на СГТК, зачем? Нет, проходит на миксе. Берется сейв с его бонфаера, но, к сожалению, мы сейчас выйдем из игры, потому что собака не дает нам брать. Нормальный бонфаер. Какой у меня рекорд? В той версии, в которой они бегают, час двенадцать. А в текущей версии у меня час тридцать один. На ESA, ну это, ребят, это расходная тема. Тебе нужно за свой счет ехать. Я бы съездил, если бы у меня была бы возможность. Конечно, я съездил бы. В Америке, это так. В принципе, эсток сейчас он выбросит. Эсток дальше не нужен. Сейчас у нас будет короткий меч, зачарованный на фаер. Сейчас он говорит как раз о том, что выходы из игры, в принципе, резетуют местоположение всех мобов. То есть, если вас прессуют, и вы очень близки к смерти, вы можете просто выйти из игры, и, когда зайдете в игру обратно, мобы все вернутся на свою изначальную позицию. Ну, на этот ESA уже точно не поеду. Сейчас также будем брать острый гем. Почему он не меняет оружие? Ты не сможешь ваншотнуть. А ты что, собрался эстуком лизарда убивать, бро? Бро-о-о-о-о-о-о? Он поменял, наконец-то, молодец. Я обратил внимание изначально. Ну, просто потому, что ты менял. Ты менял шорт-сорт. Поэтому ящерица быстро телепортировалась. Коваться на вопросы на поездку? Я не знаю, но Тезуру как приедет, можно у него спросить. Уголь он не подбирал, не знаю почему. В принципе, я бы своего венки угол прям уголь по пути бы подобрал на всякий пожарный. Тем более, что он лайнап на ФКС будет использовать дисторшн, который учитывает положение твоего хп-бара. Если у тебя нету эффекта угля, если ты умрешь где-то здесь, то твой сетап не будет работать. Вот он тамбл баф, ребят. Ой, стамин-то не хватит. А, извините, я привык к тому, что... В текущей версии используется даггер для того, чтобы сделать тамбл баф, и если у тебя не будет дистамины достаточное количество, то у тебя не сработает. С грейтвудом все просто, потому что ваш weapon сейчас супер опешный из-за двойной смазки, двойного зачарования на огонь. То есть у вас помимо смолы еще и меч зачарован на огонь. И очень много дэмэджа. Сратка простая, убиваем центральные яйца. Сейчас чатик взбунтуется. После чего убиваем боковые. Прилетаем, убиваем одно боковое яйцо и самые главные вот эти вот наросты. В принципе, босс мертв. Сейчас будет грейтвуд скип, довольно тяжелая тема, но по таймингу, в принципе, все просто. Молодец, нормально. О, не, он попал. Frame Perfect, бро. Он думает, что он слишком рано вышел сейчас, но если честно, это Frame Perfect. Молодец, все здорово. У него получилось. Он сейчас поправился. Я сказал рано, нет, все было превосходно. Значит, объясню, в чем стыжка. Есть определенное окно, когда вы можете выйти после драки с боссом из игры и зайти обратно, и вы появитесь наверху, как вы видите, и не нужно бежать обратно сюда. Он взял на всякий пожарный бонфаер, на случай, если у него не получится этот скип. Вот, и у вас, в принципе, есть один фрейм, если вы не будете подпрыгивать во время выхода из игры, и три фрейма где-то, если вы будете находиться в прыжке во время выхода из игры. Сейчас будет один из самых сложных скипов, в принципе, за весь ран. Это будет фейрон кип-скип. Как я говорил, он же будет использовать лайнап дисторшена, который основан на позиции твоего хелсбара. Довольно долго рассказывать, если честно, нужно просто потренироваться. Суть этого скипа заключается в том, что вы прокаете камеру смерти. Игра думает, что вы умерли, но на самом деле вы не умерли, и таким образом вы можете проходить сквозь двери, закрытые в этой игре. И мы пройдем через одну дверь, которая ведет к бастиону Фарона. Берет на всякий случай бонфаер, если не получится. Подготавливает черепок у нас для собак, которые находятся внизу, потому что они вас могут скушать. Их в любом случае нужно либо убивать, либо кидать черепок. Черепок кидать быстрее, а они сами себя убьют, спрыгнут с обрыва. И сейчас у него, я вам серьезно говорю, потные ладошки, потому что это самая сложная часть сейчас. Самый последний момент, когда он зайдет в киллбокс, он выпрыгнет оттуда. Отлично, вторая тоже убилась. Значит, он выставляет свои ноги сейчас чуть вперед, под специальным углом. Далее выставляет свой хелсбар вот немножечко вот в этот лепесток. Чуть... Немного не туда, чуть правее, бро. У него довольно большая сенса сейчас, если честно, это тяжело настроить. Все нормально? Рановато. Рановато он прыгнул. Он сейчас волнуется, ребят. Сенсой, есть проблемы. Извиняюсь. Просто слишком близко встал, бро, по ногам. Вот сейчас тоже можно чуть назад отойти, если честно. Хорошо. Ну, главное, что не смерть, ребят. Он никак не может прокнуть киллбокс, попасть в пиксель. Ну, главное, что не смерть. Чуть-чуть паровее надо. Этот скип перешел еще из первого Dark Souls, ребят. В Souls играх это один разработчик FromSoftware, и у них глюки, как правило, похожие один на другой. Также там был баф, и все вот эти баги, они кочуют от одной игры к другой, и механики. Они чуть-чуть меняются только. Это неправильно. Как он это сделал? Ну, наверное, слишком близко стоял, поэтому левее я прицелился, и у него получилось. Отлично. Значит, очень сильно ломается управление во время этого глюка, и... Как видите, камера полностью поломалась. Не пугайтесь, сейчас будут непрогруженные текстурки, но это не значит, что их тут нету. Просто не прогрузились, сам левел на самом деле присутствует. Все деревья, во все вот эти преграды вы будете упираться. Единственное, что вы можете только проходить сквозь двери. Мы пройдем здесь сквозь железные ворота. Сам тут чуть-чуть подзабудутся. Вот, вот эти ворота, вот он здесь сейчас проходит, ворота, ребят, которые ведут к бастиону Фарона. Чтобы починить камеру смерти, нужно просто выйти из игры, ребят. Ну, их не видно, ребят. На самом деле, есть еще более сложная версия этого скипа. Называется Вильгельм Скип, который он, к сожалению, показывать не будет. Я думаю, он бы и не стал бы его показывать, даже если бы мог. Его, в принципе, пофиксили. В текущем патче. Кстати, в текущем патче этот скип тоже доступен, ребят, вы можете его попробовать сделать. Его до сих пор не выпилили из игры. Сейчас будет следующий скип. Абисфотчеров будем... Будем убивать тоже багом. Потому что, в принципе, придумал этот маршрут Лост Физер изначально. И он убивал во время своего ВРа абисфотчеров без бага. Но это ужасно рандомный боссфайт, ребят. И это самый неприятный просто боссфайт за весь ран, за весь маршрут. И чтобы избежать такого рандома, потому что, как я говорил, игроки в Dark Souls не любят рандома. Это же не Хардстоун какой-нибудь. То сам просто фактор рандома пытаются свести к минимуму. Была объявлена охота просто на баг на этого босса. И в итоге нашли. Нужно выставить свой Хейлс Барн. У него очень большая ассенциация, честно, тяжело прицеливаться. Вот на эту свечку. После чего сделать заряженную атаку. И после чего простую обычную сильную атаку. Но он будет делать лайнап из двух заряженных атак. Это, кстати, немного пряжно. Вот он ругается на сенсу и сейчас. Вот и нашли прям специально под этот маршрут баг на этого босса. Нашли абсолютно случайно. Все комьюнити сначала шарило по ютубу. В плане найти ролик, у кого случайно заглючил босс. Действительно, нашли ролик на ютубе у одного человека, у которого случайно заглючил этот босс. Просто случайно заглючил. И искали просто всем спецсоулс комьюнити. Нет, это опасно, если честно. Очень большая вероятность, ребят, что не сработает сейчас. Я бы переделал лайнап, если честно. Если сейчас не получился скиптой, ребят, то это рип сразу. Рипран будет загружаться в сейф файл. Блин, как же ему везет. Супер здорово. Он тоже сетовал, что у него этот клич получается нестабильно во время подготовки. Ну и в принципе, вот босс просто стоит и все. Хорошо, объясняю. Если вы зайдете к боссу под определенным углом, на определенное расстояние, выйдете из игры и зайдете обратно, то вы появитесь с другой стороны ворот тумана. И босс будет думать, что вы не должны быть в комнате. И до тех пор, пока вы не активируете именно анимацию прохождения через туманные ворота, то босс не активируется. Да вы не волнуйтесь, ребят, багов-то это только на основных боссах все будет нормально. Этот маршрут не такой печальный, как в том году, именно как Тирдроп. Тирдроп действительно очень неприятный для просмотра. Все основные боссы... Ух. Они будут убиваться нормально. Не совсем я понимаю, почему он скипает здесь осколок кости. Не хочет, видимо, чтобы Эстус хилил ему побольше здоровья. Я же только что, ребят, пять минут рассказывал, как это мы находили. Как мы это находили? Я же только что это все рассказывал. Кому я это рассказывал, если все равно задают вопросы, как это находят? Как я говорил, это самый рандомный босс-файт, ребят, за весь ран. И на нем просто... Очень много резетов... Было. Они дохлопали сейчас по поводу доната. Я люблю Сол-серизу, и он полностью уничтожил все другие игры для меня. Праздно, солнце. Хорошо. Сейчас следующий босс у нас, это Волнер. Кстати, он не брал Бонфайр, но если он сдохнет сейчас на Волнере, то он будет бежать практически все это расстояние заново. Ну, не практически, а все расстояние заново, аж от бастионов арона. В чем рандомность босса? В том, что первая фаза состоит из тумона его напарников, которые... Которые тебя пытаются бить. Первый пытается тебя бить, второй твой союзник, типа, если ты его не сагришь первый. И это довольно плохая тема, потому что у тебя очень мало дамаги, и у босса резист на огонь. И тебе тяжело перевести босса быстро во вторую фазу. Это раз. А во второй фазе у тебя, ну, опять же, резист на огонь у босса, и очень мало дамаги. И если он даст тебе, ну, плохие атаки, то ты потеряешь очень много времени. Это, кстати, плохой рандом, это быстрая атака. Он решил два удара сделать, поэтому я хочу, нормально. На этого босса страта простая. Две заряженные атаки по первому кольцу, 7 ударов сюда. И 5 сюда. 2 он до этого нанес. В принципе, хороший киво, очень молодец. Извините, ребят, что-то Эбола активировалась. Лет никак не начнется. Погода просто кошмар. Сейчас будет, кстати, тоже второй рандомный босс. Будет Crystal Sage сейчас. Мы будем проходить Short Sword. В текущем маршруте используются уже твинблейды для убийства кристалл Сейджа в новой эры, если бежать. Это экономит где-то 20 секунд. А вот основа заключается в том, чтобы нанести 4 удара по боссу сначала, потом он телепортнется, и мы будем ждать Soul Mass. Раньше нужно было, когда бледы были ОПшные, точнее, маршрут был другой с Андре мечом, и босс убивал с Андре мечом. Ты просто ждал Soul Mass и убивал босса сразу. Если босс кастует способность Soul Mass, то она не телепортируется, не уходит под текстуры, пока не выстрелят все копья. Это не работает, потому что очень тяжело убить за один раз именно этим мечом, так как дамага очень мало. Мне получилось только один раз, наверное, из 500 убить просто босса за один раз с этим мечом, если босс кастует сразу Soul Mass. Краб может здесь тоже много проблем доставить. Поднимаем Grass Shield, который регенит тебе стамину. И начинаются сейчас левелы с собаками. Собаки очень противные, ребята, юниты в этой игре. Он, кстати, не берет Бунфайр и вообще ничего не боится. Вообще ничего не боится человек. Вероятность умереть есть абсолютно на любом боссе, ребят. Да даже не на боссе. Не на боссах, я загубил гораздо больше ранов, чем на боссах. Все раны делаются спидраны за убийца. Единственное, что SL1 спидраны делаются за ничего, потому что условие основное это ты должен закончить ран первым персонажем первого уровня. И персонажем первого уровня стартует только класс убийцы. Он дюпает у нас угольную смолу. Отлично, кстати, в супер хорошей РНЖ, это лучшая атака. Сейчас делаем заряженную атаку, еще 4 удара. Босс экспортируется, ждем его появления. Оп. Выкинул случайно череп. Зачем он хидился, у него же был 2 хп. И сейчас мы ждем Солмасс. Как он сейчас будет через собак с Понтифа бегать, я честно не знаю. Без этого черепа он будет очень тяжело. Пошел в Солмасс, отлично. Кстати, тоже очень... Блин, хороший рандом, братан. Мне бы такое в моих ранах. Главное, стяну его подальше оттолкать, потому что иначе ты можешь зафейлить. И все, в принципе, босс труп, супер здорово, молодец. Поднимаем сет. Сет глушатайский, он дает больше армора, и он дает также армор на магические атаки, небольшой резист. И будем до конца игры уже бегать в этом арморе. Единственное, что нам придется кэпку только поменять из-за того, что когда мы подберем 3 кольца, у нас будет перегруз. Когда вы находитесь на 70% массы, у вас перегруз, и вы начинаете фэтроллить. Это очень плохо для игры, и поэтому просто вы каску перекидываете на сет Ассасина. Сет Ассасин дает резист к поизону, поэтому по дороге к Ассайросу мы еще наденем этот сет, чтобы избежать отравления. И, возможно, сейчас выйдет из игры, потому что собаки могут съесть. Вышел сейчас из игры, если честно. О, бро, просто выйди из игры. Собаки очень страшный юнит в этой игре, самый поломанный. Они тебя преследуют просто по всей карте, плюс телепортируются. Эта, ребят, игра называется Mortal Kombat Global Offensive. Пока все хорошо складывается, без смертей. Идем в DLC, сейчас в DLC поднимем еще немножечко осколков Титанита, прокачаем вэпон до пятого уровня, и уже будет небольшой у нас босс раш по боссам уже с твинблейдами пятого уровня. Единственное, что тоже я видел, он в своих ранах не готовил Асайроса и не делал экстра левелап на вигр, то есть выносливость к Асайросу. Потому что Асайрос, в принципе, его шотнет, если он сделает инстачардж. Ну как, не совсем шотнет, но любая атака не с фулл хп, потом инстачардж, и он труп. Поэтому я, допустим, в своих ранах для голден сплита делал 19 просто в виграсе, прокачивал по саевой никому, чтобы не отъезжать. Отъезжать никому не хочется во время фестиваля. Зачем он берет этот шарт? Кстати, нас ожидают два краша за весь ран, поэтому не пугайтесь. Игра крашница. Возможно, один или два раза, если честно. Два раза это... А, два раза это со вторым делось, я изменяюсь яшек. Сейчас чизим немного эту ящерицу, она сама упадет. В этой версии маршрута, к сожалению, нету скримскипа. Сейчас скример послушаем немножечко и будем брать перья. Перья берутся для того, чтобы использовать баг, который приведет нас по короткой дороге к Грейвтендеру во время драки в DLC с боссом, и к Старому Королю Демонов тоже будет баг, для того, чтобы быстро попасть к нему. Посмотрим, сейчас заруинит он прыжок или нет. Бро, долго целишься? Хорошо прицелился? Отлично. Супер. Это вообще не сложный скип, если честно, ребят. Главное просто под правильным углом забежать. Одеваем армор для того, чтобы нас не заруинил сейчас вот этот парень, он очень опасен. Видимо, он совсем не хочет выходить из игры, можно меньше, даже для безопасности. А иногда этот парень вас догоняет, когда вы пытаетесь ползти по лестнице и скидывает вас вниз. Значит, этот вэппен подбирается для того, чтобы, ребят, когда ты падаешь, то есть ты берешь квилы в две руки и используешь магическую атаку. И если ты кастанешь спуг, то есть заклинание, которое позволяет тебе спрыгивать с высоты и не разбиваться, ты можешь падать бесконечно. И это будет использоваться для скипа некоторых локаций и до боссов, например, до Грейвтендера в DLC, до Волчары. Сейчас будет Вильгельм, и убивать мы его будем Чизом. То есть вы огрите его, убегаете из комнаты, подбайтите его вот до этого обрыва, берете щит в две руки и сталкиваете его просто. Как настоящий истинный спартанец, скидываете парня. Ну, убивает всех боссов на момент релиза первого DLC. Второе DLC не будет, как я уже говорил. 21 босс, ребят, будет. Значит, скидываем его отсюда, да и делаем заряженную атаку, и он падает, все. Поиграли, саль горы. Чизом убивается Вильгельм, потому что у нас очень мало хп, как вы видите, он у нас, кстати, дефолтные статы, мы даже ловлапы не делали никакого еще. Первый ловлап будет сделан после того, как мы подберем сейчас все шарды, зажжем бонфайр к Фриде, и я не знаю, он будет вращать штурвал сразу до Фриды или нет. Берется бонфайр на случай, если он сейчас помрет здесь от собак, от волков, точнее. Волки тоже неприятный юнит. Довольно много маленьких недочетов у него есть во время рана, в принципе, это... поверьте, он неопытный. Если вы посмотрите ран дисторшена, вы увидите отточенный до просто малейших деталей уже мувмент, и в некоторых экстренных ситуациях он будет паниковать, если честно. Он уже паниковал, в принципе. Были такие. Для этой категории рекорд 1 час 6 минут 55 секунд. Это ингейм тайм, ребят, то есть реал тайм, час двадцать, со всеми загрузками, если смотреть. Ну, как бы, если честно, он сейчас довольно быстро бежит, ух, как он получился сейчас с топором по хребтине. Он неопытный хотя бы потому, что делает ел ран, если честно, ребят, если он сейчас где-нибудь в неожиданном месте умрет, типа аля на танцовщице, потому что он не брал бонфайр. Или, подождите, а не, он взял бонфайр, я боюсь, окей. Но он не брал на Crystal Sage, допустим, бонфайр. Не брал, я не знаю, на Олдрича будет он брать бонфайр или нет. Он не прокачивает хп-шечку, то есть он как бы просто затренил тот маршрут, который увидел, и бежит. Но при этом это очень опасно, потому что, если он умрет, скорее всего, ему придется загружать си-файл. Вот к чему я клоню. Вот, плюс очень много лишних движений, конечно. Но в целом он хорошо, ребят, ранит. Это хороший, хороший раннер, ребят, но это не топовый раннер, сразу говорю. Штурвал он не прокручивал. В принципе, потом можно это сделать, так что не страшно. А сейчас мы будем твинблейды грейдить до пятого уровня, и это, в принципе, наш вэпон уже до конца игры. Плюс в этой версии игры бледы, они ОП-шные, картузские, румяна. Наносят просто колоссальное количество дэмэджа, из-за того, что твинблейды наносят сразу два удара. Ну, две атаки делаешь за удар, если возьмешь близнецы в обе руки. А я ни в коем случае не ожидал худшего, ребят, просто... Я говорю про то, что тут могло, может произойти. Ну, они хотели взять Distortion, но они из-за того, что поменяли категорию, то есть они не сделали... Час сорок вообще, как бы, изначально было заявлено... Ну, час пятьдесят, точнее, время именно со вторым DLC Distortion бы успел бы. То есть там, в принципе, я делал рун за час пятьдесят восемь, но это был самый сливовый рун с двумя DLC на Golden Split Marathon. И, в принципе, они просто сказали, что на момент заявки не было за анонси на второго DLC, сейчас получат дамаг из-за того, что он не затормозил, бежал при падении. Да, ребят, я ЛС, как бы, ну, в целом-то да. А, значит, смотрите, что еще раз я не договорил по поводу бледов. Бледы здесь очень ОП-шные в этой версии, наносят очень много дамаги. Когда вышло второе DLC, в принципе, FromSoftware очень сильно понерфил бледы. Не самых дамаг от кровотечений, а именно частоту, частоту прок кровотечений. Get Good or Get React. Неплохой, да. А, и раньше, когда ты, допустим, за шесть ударов прокал кровотечений, сейчас тебе нужно сделать пятнадцать ударов. И этого очень много. Это уже невыгодно. В принципе, с этих вот надсмотрщиков падают хорошие скемитары тоже, которые по дефолту с кровотечением, но они имеют очень маленький шанс выпадения. С ржавой монеткой вы получаете 12% шанс, или, подождите, 11% шанс, или 12 или 11% шанс на выпадение айтема, и это слишком рандомно. Сейчас будет один из самых легких просов, если у вас достаточно много дамаги. Здесь опасно похилиться, потому что тебя иногда может догнать моп со спины. Да, сейчас будет делаться скип болот у нас с помощью мувсета даггера, который мы купили в начале игры. Мы можем просто прыгать по болотам. Он не крафтит пухи на огонь, он будет использовать сейчас просто скемитары до конца игры. Додж. Молодец. Красавчик. В начале игры, да, он короткий меч инфьюзил на конь, потому что полностью начало посов начальной игры можно пройти просто одним вэпоном и с начальными статами. Он снимает с себя вещи, чтобы ролить дальше, и у тебя масса меньше. Когда ты падаешь с высоты, то тебе проще нажать ролл, если у тебя нет большой загруженности, это раз. И плюс ты роллишь дальше. Если вы видите, он сейчас нажал ролл, и он просто на месте подпрыгнул, считайте. Здесь достаточно много РНЖ, если душа, вот этот вот стиль, я не знаю, что это такое, какая-то штука, попадет на больших толстых челиков, на высоких или на толстых, вам нужно делать лишние удары. Если на толстых, даже лишних два удара. В идеале, чтобы попадало нужное мелкого. Он попал в стену, не смог его ваншотнуть. Кстати, если вы бьете с разгона, тоже не ваншотайте. Блид, кстати, не очень выгодно юзать на этого босса, потому что он в молнии убивается быстрее. А сейчас будет тоже у нас еще один скип в игре, который просто рассчитан на текстуры. Он зависит тоже от того, под каким углом вы разбежитесь и как точно вы прыгнете, но вы можете через поребрик перепрыгнуть, попасть под текстуры и скипнуть практически весь ретил. Также мы будем сейчас крокодила убивать из-за кольца Понтифа. По-моему, левый глаз Понтифа, да, это или правый, я что-то забываю все время. По-моему, левый глаз Понтифа и короткое описание этого предмета. Пока ваши атаки продолжаются, оно увеличивает ваш дэмэдж. То есть, чем чаще вы атакуете, тем больше дэмэджи вы наносите. А, не правый глаз, правый глаз. Вот, и так как Твин Блэйд наносит сразу две атаки за один удар, а за две атаки четыре, математика, то это кольцо очень сильно вам помогает и довольно значительно бустит того же Понтифа, который мы сейчас будем убивать. Без этого кольца нельзя убить до перехода во вторую фазу, то есть в момент именно его перехода во вторую фазу. Но с кольцом легко. Здесь выходим из игры, чтобы ресетнуть гвардов Понтифа, рыцарей Понтифа. Понтиф один из самых тоже легких боссов, если вы умеете парировать. Драка с Понтифом протекает всегда стабильно. То есть это самый стабильный босс, в принципе, во всем Дарк Соулсе. Всегда одинаковый опенер. Всегда одинаковый опенер проходит. И, в принципе, вы парируете его один раз во время опенера. Отлично. Сделал скит. Парируете первый раз во время опенера, и второй раз он делает атаку тоже, которую вы можете парировать. Это либо медленная атака, которую легко парировать, либо быстрая атака, которую, в принципе, по таймингу тяжелее парировать, но она тоже всегда одна и та же. И, в принципе, за 2 критических ударов вы убиваете босса за 2 пэри. Скипнули весь аритил. И сейчас, ребята, сейчас, из-за того, что он потерял череп, а на Crystal Sage очень неприятно. Собаки могут нас скушать, ребят. Сейчас, возможно, будет первая смерть, потенциально. Там 4 собаки по дороге к Контифу. Это очень опасно. Нет, завтра последний день. А насчет топ-связки с другими мечами, меч Готарда, темная луна и так далее, это все, конечно, здорово. Это не самый высокий дамаг, я в плане твинблейдов в игре, но это самый быстрый weapon, который валяется по пути для спидрана. Никто не будет спидранить до конца игры, чтобы взять в айтем, а потом как бы пытаться боссов убить. Я немного ранил первый Dark Souls, но совсем чуть-чуть ой-ой-ой. Первый укус. Собаки бегут дальше. Я бы вышел сейчас из игры, если честно. Молодец. Супер. Это очень страшно. Видите, руки трясут Сашу? Это было очень страшно. Отлично, что он пробежал. Его, в принципе, могли скушать сразу. Извините. Кашель немного. Хороший до нас сильный прилетел. В принципе, меняем сейчас щит. Медленная, атака, кстати, хорошая, повезло ему. Иногда этот рыцарь тебя наносит в хороший урон. На баклер, напяливаем баклер. Мажем бледы, в принципе, и сейчас просто изи. Опенер перри, еще один перри и босс труп. Хорош. Набираем стамину и делаем два удара. Хорош. Еще один перри. Найс. Он получил медленный, медленный перри и самый легкий, в принципе. Так что все в порядке. Набираем стамину и делаем просто до конца его убиваем сейчас. Ер один. Хорош. Красавчик. Я сейчас очень сильно, если честно, мне интересно, будет ли он брать сейв бонфайр на Олдрича. В принципе, Олдрич несложный босс, но если ты на нем умрешь и не возьмешь сейчас бонфайр, тебе придется бежать просто с самого начала от дальнего поместья. От бонфайра до дальнего поместья. Капец, как далеко. Я бы лучше взял таймлосс в плане телепорта. Экстра телепорта. Да, для тех чатиков, для экспертов в чате, если что. В принципе, у меня сейчас VR в категории SL1 в Dark Souls, и поэтому я тут как бы не просто такой чел, а-ля казуальщиков набрали комментировать. Поэтому все, я могу себе позволить сказать, что Раннер делает ошибки в каких-то местах. Звучит как СВЧ, конечно, но это было не СВЧ, я просто сказал. Значит, подбираем этот пепел, чтобы купить большие осколки титанита. SL1 это соло левел 1, спидран персонажем первого уровня, то есть без прокачки персонажей. Два часа сейчас у меня вместе с двумя DLC. На самом деле, в принципе, насколько мне известно, здесь тоже были души дюпались. Он дюпал ни одной души на текущий момент, а он дюпал только у нас румяна и угольные смазки всякие для оружия. Так что, в принципе, ну я понимаю. Очень интересно, сейчас возьмет ли он Bonfire, ребят, наверху. Я думаю, что возьмет, потому что у него трестутся всего. Ребят, сейчас у нас не будет двух, четырех DLC-шных босса второго DLC. Взял Bonfire, молодец. Удобряй. Я бы даже сделал, если честно, здесь ворп и левелап, экстра левелап для именно Олдрича и его Сейроса, потому что Олдрич тоже может вас зоруинить. В принципе, стрелы во второй фазе это равно сразу автоматическое ГГ. Если он случайно вот замисплеит и не добежит до босса во второй фазе достаточно быстро, то он получит стрелы и это, скорее всего, руинт. Он, кстати, очень сильно Йолу ранит, в плане того, что он не брал экстра осколок кости для того, чтобы хилиться побольше, но берет при этом этот эстус, осколок эстуса. Я немного не понимаю. Лучше иметь меньше эстусов и хилиться побольше, чем в обратную сторону. С блюдами Олдрич, в принципе умирает вообще моментально быстро. Намазываем картузхи румяна, кушаем травушку-мураушку, чтобы стамина регенялась побыстрее. Хороший рандом, кстати, сейчас у него опенер достаточно хороший. Стамина менеджмент на этом боссе очень важная тема. Как видите, просто с блюдами огромное количество демеджа. Он промазал атаку. Ай-яй-яй. И с травушкой-муравушкой у нас не будет такого момента, что у нас закончилась стамина и мы не добежим во второй фазе до босса достаточно быстро, чтобы он не костанул стрелы. Три удара, в принципе, босс труп. Немного промазал у нас парень двумя мечами. Чуть-чуть промазал. Поэтому пришлось экстра атаку сделать. С одним хп босс выжил. Сейчас, ребята, будет танцов... Подождите. Сейчас будет у нас Йорм, сложный босс. Конечно же, во время спидрана убивают его шторм-рулером. И после того, как мы убиваем Йорма, нас сразу тп-шит на танцовщицу и мы экономим время целых 40 секунд на дорогу до танцовщицы. Потому что, если от бунфайра ворта бежать до танцовщицы, тебе нужно целых 40 секунд ползти. Достаточно долго. И после танцовщицы будет, если честно, опасный момент. Это Асейрос. Он может тебе такой рандом дать, что в принципе ранов. Но те, кто ранит достаточно плотно эту игру, те знают, что такое Асейрос. И сейчас у нас будет первая демонстрация скипа с вот этим оружием, ребята, с... Как это называется по-русски, я не знаю, он Квилл Квиллс называется? Кроул Квиллс, точнее. Раппира ворона стрель, как-то так. Моффсет позволяет вам падать бесконечно. Так что нам сейчас два раза продемонстрируют, как это работает. Чемпиона гмундира нет, еще не было. Потом. Спидранком категория, ну, для Дарк Соулса, она не актуальна. Туда редко кто закатывает раны. Если вы хотите по Дарк Соулсам и по Димон Соулсам и по Влад Борну посмотреть рекорды актуальные, заходите на спидсоулс ком. Также, в принципе, есть команда спидсоулс одноименная, в которой я состою и, в принципе, можете в Дискорд заходить, если у вас есть какие-то вопросы, вам там обязательно помогут. Ну, вообще, на спидсоулс ком, если зайдете, то там очень большая энциклопедия по спидранам всех игр. Вы можете почитать маршруты, скипы все посмотреть, что, как делать, тактики и так далее. Ну, единственное, конечно, там на английском языке все, поэтому вам. Ну, вот сейчас второй раз падаем, на этот раз подольше падение будет. Хорош. А здесь, кстати, когда вы одеваете сет Голошатая, вам нужно снять кепку, потому что вы сейчас тоже штормруллером будете фэтроллить. Он надевает ткань, но... А, и он снимает посох, окей. Тогда все нормально. По весу сейчас все будет нормально, потому что он снял посох. Соня, линканите спидсоулс, ребят. Да, давайте я линкану, ладно. Меня забанят, наверное. Йорм немного застрял там. Зачем ты юзаешь эстерсы все время? Слух хп, я не понимаю. А здесь, кстати, тактика очень простая. Мы байтим. Если вы стоите довольно близко к боссу... Плохой файт сейчас получается, если честно. Если вы стоите довольно близко к боссу, то он триггерит атаку вот такую. И он бьет просто под себя, ребят. Он не достает в рейнже, и... Тебе проще сделать хэдшот по нему, и, в принципе, легче всего бить. Нам нужна именно эта атака. Иногда он начинает топать ногой, что тебя, в принципе, откидывает назад. Сейчас вторая фаза начинается. Во второй фазе он немного ведет себя... На быстрый килл пошел и решил... Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Единственное, что плохо по быстрой тактике убийства, когда ты не дожидаешься анимации, что он встанет, это то, что у тебя стамины не хватает на вторую атаку. Там все довольно тяжело сделать стаминой. То есть стамины менеджмент здесь довольно тоже очень важны. Сейчас нас телепортнет к танцовщице, и танцовщица с бледами и твинблейдами убивается просто на изичах. Но, как я говорил, ребят, у него 12 выносливостей, и это очень мало. Если он получит две атаки, он с двух ударов умирает. Сейчас очень большая паника может у раннера начаться, потому что во время подготовки ранов я видел, что на этом боссе он довольно часто умирал, и у него начинается паника, когда он получает первый удар. Это знакомо, у меня тоже бывало такое, когда ты паникуешь на этом боссе. Поэтому перекрестились, чатик. Очень хороший рандом. Я очень люблю, когда она идет направо, она обычно ничего не делает. Можно сделать четыре удара. А он находится у нее перед лицами. И это плохо, дружище, за спину, за спину. Греб атака – это лучшая атака, она очень медленная. Сейчас будет вторая фаза, стаггер, кстати, очень хороший дамаг. Найс, очень хороший рандом у него был, но почему-то он не наносит еще два удара, он мог уже ее убить. Вау, что-то он муски мутит. В принципе, она труп уже. Хорош, вообще рандомчик очень хороший. Молодец, бро. Решил не рисковать, ребят, ее можно во время вращения убить. Не, на самом деле, ему очень сильно сейчас повезло, это очень хороший рандом. Иногда босс начинает комбить, тем более он стоял перед боссом, и если вы стоите перед лицом босса, босс начинает комбить сильнее, намного чаще, я имею в виду. И в первой фазе она может вычудить тройные комбинации из трех ударов, а во второй фазе комбинации из пяти ударов. И, как правило, это рип-ран. Не, ребят, не переживайте, всех боссов будут убивать, кроме боссов второго DLC, их не будет. Если вы хотите посмотреть спидран со вторыми DLC, можете посмотреть мой спидран. Можете на YouTube посмотреть спидран. Можете на Golden Sprite на канале на YouTube посмотреть, я ранил Dark Souls на нашем российском марафоне. В самом низу, ну не в самом низу, а категория. Категория SL1 Dark Souls 3. Ну или Discussion. Discussion лучше, потому что у него идеальные раны. Но сейчас VR, в принципе, у Энск мастера находится. Французский спидранер. Можете его посмотреть, у него мировой рекорд. Сейчас будет, кстати, краш перед Осайросом всегда. И краш происходит абсолютно у всех. За это я не люблю скидывать посох, я лучше без шлема буду убивать Йорма. Потому что если ты забываешь потом одеть посох, то ты теряешь время тупое, чтобы его потом надеть обратно. Он, кстати, не переодевает почему-то сет для того, чтобы взять вон смазку тьмы. Здесь справа лежит в этом травяном болоте, я не знаю как это, в отравляющем озере лежит смазка на тьму. И Old Demon King убивается быстрее с этой смазкой. Он, в принципе, про это наверное. Вау, это было очень близко. И вот он, краш. Кстати, он не нажимал Options. Если ты будешь спамить Options, загружать меню, то ты засейвишься. Его сейчас откатят, по-моему, аж вообще до лифта. Причем. Кстати, был один случай, забавный совсем недавно. Китайский раннер залил свой рекорд, ютубовский ран. Типа у него мировой рекорд 1.23. И у него не было ни одного краша в игре. То есть это был ран, который был склеен по частям. Просто. Он был просто с позором, ребята. Удален. И причем он сменил потом себе ник на ютуб канале, этот чел. Да, это так и должно быть. Абсолютно у всех, Абсолютно у всех, кого я знаю, кто ранит эту игру, ребят, на постоянном 60, ну, чтобы было 60 АПС, у всех крашат игру два раза. Два или один раза. А никому не известно, почему происходит краша. Возможно, это, в принципе, из-за даун патча. Но, если просто я, допустим, скачаю игру заново полностью, то у меня все равно будет крафт. А, вот он прокачал, кстати, хпху. Ребят, молодец. Прокачал хпху, я даже не обратил внимание. Метал чат. Молодец, в принципе, все правильно он сделал после его, ребят, Осайриса. Осайрис это единственный босс, который может заруинить ран до прокачки вэпона до плюс 10. Нормально все, с инстачарджер не умираешь. Единственное, что кольцо не работает у нас Ллойда. Кольцо меча Ллойда. А вот если бы ты поднял осколок кости, который должен был поднять, то ты бы прокилился на фу. Это будет инстачардж. Хорошо, вернулся. Для тех, кто не знает, этот босс, в принципе, может, ну, обладает способностью сделать рывок моментально. Нет никакой анимации, которая способствует этому, ничего нет. Он просто начинает стремительную атаку вперед и все. И ты получаешь урон. И если у тебя 12 выносливости, то если у тебя фулл хп, то ты не умираешь. Но если у тебя не фулл хп, то ты умираешь сразу. Очень много ранов было заруинено здесь, на этом боссе. Он сейчас говорит о том, что это был самый страшный для него босс, и это, в принципе, логично. Поэтому ты и прокачал экстра хп, бро. Молодец, в принципе, все он хорошо делает. Возможно, кстати, кто-то дал ему парочку советов. Честно. Надо будет чекнуть спидсоулс дискорд. Как сделать даунпатч DS3. Можешь поискать на спидсоулс ком в сайте даунпатчер и титмику. Есть даунпатчер специальный, который просто подкачивает файлы и меняет файл в игре. Очень много хороших программ вы можете найти для дарксоулса. На сайте спидсоулс ком это вообще самая большая комьюнити по спидранам именно дарксоулс серии, спидсоулс игр, ну, именно From Software игр. Это не значит, что только там раннеры, которые состоят в комьюнити спидсоулс, бегают только дарксоулс и такие подобные игры. Нет, конечно. Ньюх бегали. Теперь я тоже бегал Ньюх. И другие игры. Допустим, Кимп сейчас бегает My Little Nightmares. Пока что ранн очень хороший. Сейчас будет Виверна, и Виверну он будет убивать по новой страте. По новой страте вам не нужно бежать наверх для того, чтобы спрыгивать сверху. И через этого, блин, ящерицу или что это, крокодил какой-то, я не знаю, с цепью огромной, которая там убивает тебя в одном ране из четырех. Да, они собрали 1 миллион 266 тысяч 190 долларов на этот момент сейчас. Что дает даун патч, ты можешь избежать обновлений и фиксов, которые разработчики делали. Здесь, к примеру, находится баг. Вот этот баг с бесконечным падением был найден довольно давно, и разработчики его пофиксили. Но пофиксили они его не из-за того, что спидраннеры там а-ля такие, знаете, 60 спидраннеров в мире бегают в Dark Souls, чтобы им нагадить разработчики. Нет, конечно, просто люди, которые играют в PvP, они начали обузить те баги, которые спидраннеры использовали в своих ранах. Очень многие баги тоже, которые находили PvP-шники, используются в спидранах тоже. То есть это работает в две стороны, не только спидраннеры ищут баги для PvP-шников, но также и PvP-шники ищут баги для спидраннеров. Значит, все очень просто, нам нужно сделать планж-атаку на этом боссе. И я не знаю, будет ли он по сейф страте убивать сейчас сразу направо побежит или как бежит к колоколу. Я думаю, что он побежит сразу направо, молодец. Я тоже так сделал. То есть ты бежишь направо, становишься вот около этой травушки, провоцируешь босса сделать просто дыхание фронтальное, огненное. Забегаешь вот на этот выступ, на этот поребрик или как это назвать, и делаешь планж-атаку. И босс труп. Красавчик. Это изи, в принципе. Изи стратка. Но она на 10 секунд дольше, чем Йоло страта рандомная. 10 секунд уже от ВРа, как минимум, тоже его отделяют. Ну, в принципе, много вещей, которые тут я бы докопался от ВРа, которые превосходные во время ВРа сделаны были. Подбираем кольцо стальной защиты. Оно дает нам больше защиты, и мы получаем меньше урона. Что дает нам больше возможности трейдиться с боссами ударами. Если что, я не из Питера, ребят. Я просто говорю поребрик, потому что меня прикалывает это слово. Сейчас тоже будет опасный момент, ребят. Тут можно сдохнуть, если плохо сыграть от этого дракона, если получить дыхание полное. Он не получил. Красавчик. Слушайте, пока ран очень хорошо складывается, если честно. Во время тренировок у него такого не было. То есть это сейчас один из самых лучших ранов у него идет. Молодец, молодец. Я очень рад за Сор Ви. Очень хорошо. Сейчас мы возьмем пепел. Пепел, который позволит нам купить чанки титанитовские, чтобы граидануть пушку до 10 левела. Также после телепорта он пойдет, возьмет просто осколок титанита. Тейтонайт слэб. Как он называется? Большой кусок титанита. Просто кусок титанита именно вот так. Именно у Хавеля. Бомбу, кстати, он не покупал. Есть тратка с бомбой. Кстати, парень упал с топором огромный, упал с обрыва. Он бы его ударил, если бы он упал с обрыва. Он, кстати, не рассчитывал на то, что этот парень до него добежит. Не, ребят, он с плюс 9 побежит. Он будет убивать всех боссов девятым уровнем оружия, он не будет делать десятый. Надо купить, надо купить. Покупаем шесть, одиннадцать, еще бледов побольше. И тпши, кстати, тоже, может быть, купить, нет? Мой рекорд 1 час 31 минута вместе с двумя дополнениями. В основной категории. В категории SL1 два часа у меня. Вместе с двумя DLC. Этот ран без двух DLC, ребят, будет. То есть без четырех боссов. Каспер. Доту спидранит. Почему это в топе? Какой смысл вообще спидранит? Какой интерес? Он же просто бежит. Сейчас будет чемпион Гундир, ребят, босс, в принципе, тоже несложно. Он у нас, если вы умеете парировать босса, то босс изи. Три парирования, босс труп. Ребят, вы просто не умеете смотреть. Какой жених у меня на спецовке. Да какое это имеет настотношение сейчас? Аааа! Стрела в спину прилетела. Надо хилиться сейчас, потому что не работает кольцо Ллойда. Будет меньше дэмэджа. Стрела в спину. Мог на один удар больше нанести, но чё-то ладно. Отлично. Хорош, тайминги, красавчик. Отбегаем назад, в принципе, последнее парирование и он труп. Босс очень простой. Эй! Эй! Так, сейчас у нас, кстати, будет скейп до Олл Димон Кинга, ребят. С помощью перьев ворона. Это вы на спидранкоме смотрите, что ли? Гениально. Спидранкома я даже не захожу, ребят, не гружу. А здесь очень опасно, запасность заключается вот в этих рыцарях, ребят. Он сейчас их будет убивать, конечно же, потому что по саевовенькому что бы. Он сейчас получил очень хороший рандом. Да, но он заруинил хороший рандом. Вау! Это очень опасно. Вау! Хил, бро! Паника. Он просто затупил, он мог их убить. Они начали кастовать свои штуки. Плеваться в него черепами. Хорош! Нормально, хилки, в принципе, на Олл Димон Кинга не нужны. Скип заключается в следующем, то что мы, как и в Эритил Скипе, будем прыгать под определенным углом вот на этот выступ. Кастуем спух, чтобы не разбиться сейчас. Падаем сюда, чтобы находиться повыше. Берем перья в две руки. Перекастовываем спух. Это не обязательно, в принципе. И падаем бесконечно. Все, появляемся здесь, меняем вэпан обратно. И убиваем босса. Но ему нужно было брать, на самом деле, на тьму смазку, потому что тьма дает... Вау, опенер самый отвратительный. Очень плохой ранджи сейчас, ребят. Тьма дает больше дэмэнджа по этому боссу. Магия. Просто у него сейчас очень много дэмэджа, поэтому этот босс не представляет довольно большой сложности из-за того, что он станется очень... В стонлоке находится. Но опенер был отвратительный. Ребят, конкретно по моей истории, почему я спидранюю так словно, давайте вне рамка храна сделаем. Это все-таки Games on Quick, мы комментируем. История жизни Карми Куала. Как ты пришел к спидранам? Что произошло в твоей жизни, что ты стал спидраном? Такое интервью. И микрофон мне еще в лицо вот так вот прям. Модный диван. Сколько еще боссов будет? Я не считал, если честно, сколько боссов будет. Так, раз, два. Четыре. Пять. Черт. Че еще у нас осталось? Давайте считать. Значит, у нас остались доспехи. Два брата Акробата. Неймлесс Кинг. Фрида. Собака из DLC. Вроде, вроде все. Здесь выходим из игроков. Потому что можно пробежать по мосту. Выйти из игры и добежать потом до того, как тебя ударит дыхание. Эти бомбы, кстати, иногда вас могут задамажить. Сейчас тоже, ребят, посмотрим, отправит ли он лифт вниз, побежит ли по сейв с тратком на драку с доспехами. Какой сложности. Просто это сразу видно, что человек никогда не играл в Dark Souls серии. На какой сложности. Он не отправляет, ребята, лифт вниз сейчас. И это Йоло. В принципе, драка не самая сложная, потому что дамага довольно много. Травушку-муравушку лучше юзать до входа в локацию. Потому что ты можешь подальше добежать. Хорош. Это не обязательно было. Можно было просто... Увернуться. Хорош. С камерой немного у него как-то так себе. Превосходно. Рандом, кстати, супер хороший рандом. И босс труп, в принципе. Не ударь меня. Эй, хорошая борьба. Молодец, молодец. Мы действительно не смогли увидеть его. Но когда фаза 2 началась, Внутри арене есть эти 2 очень большие... Они называют Пилгрим-бутерфлики. И они сидят внутри арене и шутят много магии на тебя, на самом деле он получил просто супер царское. Убираем, убираем магическое. Бро, магическое смазку-то убираем. Она мне нужна уже. Она закончилась. Молодец. Травушка-муравушка тоже кончилась. И на следующем боссе на братьях тоже, ребят, бледы слишком оверпауэр. И они не будут представлять свои большой проблемы, если он все грамотно сделает. Во время ранов на рекорд ты, конечно же, используешь йолу страты. Ты не ролишь атаки босса, потому что, когда он делает боковую атаку, в принципе, в первой фазе, когда он делает любую атаку, кроме нижней, ну вот, как бы нижней половины туловища атака идет с разворота иногда. Только она не стрейфится, ребят. Все остальные атаки стрейфятся босса. Ну и, разумеется, с телепорта, если он телепортируется боссу, то придется, конечно, ролить атаки босса. Но все остальные, когда он стоит и просто атакует, нужно просто стрейфить. В принципе, нас ожидает, я думаю, если все в таком темпе пойдет. Довольно хороший. Час 25, час 30 ран. Да какой VR, ребят, вы чего? Какой VR? VR час 20. Реал тайма. Час 20. Это ингейм тайм сейчас для тех, кто в смутке, что типа а-ля, ой, мировой рекорд уже закончил, как так? Нет, он не закончил, потому что в мировом рекорде выхода из игры обузятся все двери, анимации и так далее. Именно игровое время. Час 20 игрового времени рекорд опять. Реал тайма именно. С загрузками. Сливовый лифт. Хорошо. Не уверен раннер у нас в следующей драке, ребят. Так, давайте-ка чатик проверим, кто у нас сечет-то вообще в Dark Souls. Ну-ка, Praise the Sun. Покажите-ка мне каноничный смайл для Praise the Sun. Чатик. Ну-ка. Вау, даже рыцари? Да? Не, ребят, это подкручено. Это подкручено просто. Рыцари супер рандом ему дали. Тор-Ви, что ты делаешь? Прекрати. Все три рыцаря намазали свое оружие, ребят. Ну, зачаровывать оружие свое стали. И это лучший вариант, который только доступен. Так, смотрю, много здесь каноничных любителей Dark Souls'а. Молодцы. Как я говорил, уже с бредом, ребят, этот босс просто уничтожается моментально. Ой, рано ты. Что у нас теперь не действует? Очень много роллов. О, стрейф. Ну, это стрейфить можно было. Он решил по-соевому, ребят, делать. Уролись. А, и даже так. Ну, он очень сливого сейчас играет. Паника. Паника! Паника! Отпрыгивает назад, чтобы прохелиться. Давай, соберись, Турби. Все нормально. Отличная атака. Медленная. Можно два удара нанести. Он наносит один. Вот это, кстати, атака, которая не стрейфится. Она по-любому по тебе попадает, потому что она на нижнюю часть твоего туловища приходится. И это тебе очень не везет. ВРов очень много слито было. Очень большая паника, ребят, за него. Вау! Очень плохой рандом. Сразу вторые ракеты поехали. Не попал по спине сейчас. Младшего брата не дамажит. Надо будет перемазывать сейчас бледы. Бледы уже скоро кончатся. По-моему, даже уже кончились. Нет, бледы еще не кончились. Но сейчас кончатся бледы, ребята, и будет меньше дэмэджа намного. Вот стрейф наконец-то прошел. Хорош. Еще стрейф. Прекрасно. Ну и босс друг. На самом деле, я могу сказать точно, что раннер очень сильно волнуется, и он делает по своего ума все. Немного сливовых левелапов. В принципе, больше левелапов, наверное, не будет у нас. Сейчас будет неймус. Я считаю, что это, в принципе, в плане анимации самый красивый босс сейчас будет. Это будет неймлесс кинг. На этом постфайте очень сильно решает опенер, если вы на VR бежите. Когда босс просто перелетает на другую часть карты, это считается плохой рандом. Надо, чтобы он сделал атаку с прыжка, медленную, во время которой ты можешь нанести 4 удара боссу. Сейчас побегаем на центр комнаты, намазываем бледы и смотрим на муффсет бота. Если он делает босса, если он делает атаку с прыжка, мы можем сделать 4 удара на халяву, но он перелетает, это плохо. Можно попасть ему в голову и сделать сейчас. Удара можно было, но он сделал всего два. Плохой рандом. Второй лучше по рандому атаку. Сколько ми софта, а? Капец. Вау. Это fire breath, то есть дыхание. Получил плохое. Это самая худшая атака, когда он начинает летать. Но огненное дыхание это самое лучшее, ты можешь нанести где-то 5 ударов по боссу. Да, камера здесь довольно опасно себя ведет, но если вы в принципе умеете управлять не лочить камеру, а просто мышкой вращать, то проблем у вас не возникнет. Дамага чуть не хватило, поэтому придется ждать анимацию, долгую анимацию перехода во вторую фазу. Если вы убиваете босса с репоста, то у вас нет анимации, сразу триггается к сцена. С переходом во вторую фазу. Во второй фазе босс начинает разряжать на тебя комбинации, и в принципе максимум, что вы сможете наказать, это здесь три удара сделать. Но это только в случае, если вам повезет с рандомом. Вот как сейчас он довольно был медленный, и не подготавливая свою, ну, довольно большая пауза была между атаками. Но иногда этот босс начинает просто супер нереально комбить. Вот эта атака означает, что он уже труп, переход во вторую фазу, потому что ее просто можно застрейфить, и сейчас будет стаггер. Ну и все, и босс труп. В принципе, он делает две атаки. По какой-то причине, если у него хп выше четверти, то он будет делать два раза атаку из-за головы. Нет, это не фарт, это все, в принципе, спрогнозированная драка. То есть он ведет себя всегда одинаково. А до того, как ты перевел его во вторую фазу, и он начал делать замах из-за головы, все, он труп. Это сто процентов. Сейчас мы пойдем в DLC, и потом Синдер у нас еще останется. То есть он делает атаку из-за головы, вы просто из-за головы. Вы просто стрейфите, наносите ему удары, проехает стаггер. Он не кастанул свою молнию, начинает опять бить из-за головы. Вы опять стрейфите, и он труп. В принципе, тут все предсказуемо. Если бы он нанес ему больше дэмэджа, то босс мог бы не делать атаку из-за головы, а начать драться опять нормально. Уже в третьей фазе. Но это происходит довольно редко, и пару раз у меня было такое невезение. Сейчас у нас будет волк сначала, и я думаю, что мы сейчас кастанем с пук. Прокрутим штурвал и пойдем на волка, правда же? И покажем всем супер-классный скип, когда мы падаем 2-2 года и... ну да? А он ни разу не умер, ребят. В принципе, этот маршрут, если честно, не очень сложный, скипов не так много опасных. Но опять же, все самое интересное начинается, когда вы начинаете бежать на VR. VR уже, в принципе, закончился. Вот VR вот сейчас уже закончил. Отличный скип. Мы триггернули сейчас босса. Пробиваем волков, сейчас прибегут волки сюда. Вот в этот спот, куда он смотрит. И что-то в босс сюда, кстати. Кстати, триггернулся. Почему-то по какой-то причине волки сразу не прогружаются, и они прогружаются чуть потом. В принципе, драка с боссом простая. Mesh L1 и все. Mesh L1 until you win. В фазе с волком, конечно, придется... Вау. Вау. Последний удар. Если, кстати, сейчас попал, он бы умер. В фазе с волком все немного тяжелее, потому что нужно уворачиваться от мувсета волка, так как танчить много ударов нельзя. Ты умираешь с четырех ударов. Хотя он прокачал экстра хп. Может даже с пяти ударов умрется. Точно не знаю, никогда с таким количеством хп не бегал. Ну и, в принципе, когда босс начинает переходить во вторую фазу, то он просто труп. Как я уже говорил, блиц, дамаг в этой игре, он поломанный был. Поэтому его занерфили с выходом второго DLC, потому что уже очень сильно и много дэмэджа наносит. Он наносит бледы. Именно это причина, наверное, по которой FromSoftware решили полностью убить блед механики в игре Dark Souls, но только с некоторыми вэпонами. В принципе, работает это со скмитарами, которые с Уорденов падают. И Уорден Твин Блейд называется по-английски, как по-русски, к сожалению, не знаю. И с дубины, которая тоже есть в кровотечении. Только в этом случае она пробкает почаще, не так плохо. Первая фаза довольно простая. Вы бегаете на расстоянии, провоцируете ее на атаке. Когда она делает свой мувсет, вы просто разряжаете в нее комбинации, и она труп. Во второй фазе вы тоже просто байтите тетушку. Кстати, он потерял время сейчас. И, возможно, он не сможет быстро убить сейчас дядьку с борщом. Во второй фазе вы просто провоцируете тетушку подальше, чтобы она отошла, и разряжаетесь именно на батю. Потому что он кровоточит просто нереально. Хуже, чем Фрида. Фрида телепортнула сейчас, чтобы похилить. В принципе, байтит рук. Ему очень повезло. Она не сделала ни одной лужи сейчас под него. Просто не пустила ни одной лужи, ребят, под него. Ледяной. Офигеть. Какой же сорвий лакер. И после этого у нас будет третья фаза. В третьей фазе все от опенера зависит. Опенер всегда одинаковый. Она начинает делать супер огненную атаку. Вы сбегаете к ней за спину, пока она находится в воздухе. Делаете бэкстеп. И... Вау! Он... Он почти просто попал под атаку. И мисснул, кстати, бэкстеп. Это очень опасная сейчас фаза, если честно. Он реально может легко умереть. Это тоже хороший рандом. И я бы, если честно, по-своему сейчас ждал бы бэкстепа, бро. Да, он ждет бэкстепа. Хитбокс бэкстепа находится сейчас под правым плечом у нее. Вот он заходит под правое плечо. Делаем заряженную атаку R2. Пару ударов на L1. Хорошо, отпрыгиваем. Как же она кровоточит? Хороший, хороший сейчас рандом, и можно сделать еще один бэкстеп. Босс, в принципе, труп. Молодец. Молодец. Молодец, ребят. Просто турви молодец. Супер здорово. Ему очень везет, но при этом он исполняет тоже достаточно стабильно все. Молодец. Просто молодец. И у нас, в принципе, остался последний босс. Мы даже быстрее, чем за час тридцать уложимся. Это очень хороший ранд сейчас. Реально хороший. Ну, если у вас медленные двуручки, то вы просто ждите бэкстепа и все. Не получил он animation cancel. Если вы под определенным углом зайдете на эту ступень и начнете использовать предмет, голову, водружать. Этот получился. Вы можете скипнуть анимацию, когда вот он кладет голову. Не, это она. Он за женщину спидранит. Спидранит за женщину, кстати, из-за того, что она сейвит процент массы. То есть она легче, чем мужчина, и может чуть-чуть, буквально пару процентов массы она экономит. Не получился у него скип сразу во время загрузки. После того, как прошла катсцена, вы можете отменить катсцену, нажать телепорт на последний бонфайр, и вы попадете в эту локацию сразу. Без загрузки экрана. Почему без Rings City? Потому что так решили и Games on Quick. Если бы был спидран с Rings City, то, скорее всего, сейчас бы перед нами сидел Distortion и ранил игру. Потому что он собирался на Games on Quick. Но звезды решили иначе. Значит, в принципе, с Синдером все довольно просто. Если хороший опенер, делаем две атаки, выворачиваемся. Просто бьем его, и вторая фаза вообще изи. Добл комбо. Очень много дамага, поэтому босс, в принципе, еще тем более с блядами очень быстро умрет. Стаггер, отлично. Делаем еще два удара. Получаем дамаж здесь. Но это нормально все. Это, кстати, не обязательно было ролить, он находился под тем углом, под которым нормально можно было задолжить. И сейчас он перейдет во вторую фазу. Все, хорош. Удар был необязательный. Сейчас, возможно, со Стаггером будет все плохо. Здесь есть, кстати, недавно обнаружили довольно хорошая зона. Можно находиться к боссу ближе. И это пламя, ну, пламя двигается на тебя постепенно. То есть ты можешь находиться к боссу ближе, подождать, когда пламя до тебя дойдет, и оно реально можно задоджить его роллом. И ты можешь нанести четыре атаки по боссу. Сейчас это новая стратка в airrun'ах на текущих. По текущей страте, которая помогает убивать этого босса быстрее. Ну, в принципе, вторая фаза — это изи мод, особенно если он делает атаки такие, как молния, пытается тебя схватить и так далее. ГГ. Супер хороший ран, ребят. Молодец. Давайте чатик похлопаем, действительно хороший ран. Он пытается сейчас себя клипнуть через текстуры, на бонфайр залезть, но он его не получил. Ну, в самом деле, время приходит только немного. Да, мы должны начать начать начать. О, окей, ты хочешь это сделать? Молодец. Deathless run хороший. Хороший. Хороший Deathless run получился, ребят. Он очень переживал, кстати, и в дискорде спецовывался, он переживал за некоторые вещи. Особенно за файл со Сейросом, где ему, скорее всего, посоветовали прокачать экстра хп. 1.16.56. В принципе, хороший ран. Да, мы сделали. Мы сделали. Dark Souls 3. Ингейм таймер. Очень хороший. ВР. ВР 1.06, ребят. На 10 минут. Быстрее. О, вау, это очень хорошо. То есть, реал тайм у нас меньше, на 8 минут меньше, ой, больше, чем в ВР. Медленнее. На 8 минут. Сейчас будет у нас Bubbles Dead of Wego с Килн Скипом. По Dark Souls первому Bubbles Dead of Wego у нас любитель делать сломанные раны. Это ран будет на 30 минус где-то. Почему Элаэс не спидранит? Ну, блин, вы задаете такие вопросы. Наверное, Элаэс не хотел сюда приезжать. Так бы он спидранил, наверное. Элаэс будет спидранить на ESA. Это невыгодно ехать в Америку. Далеко очень. Поэтому такое подавляющее большинство американских раннеров у нас на ВР. Ребят, китаец. И сейчас, если мы говорим про категорию All Basses, она отличается от этой категории. Здесь не было боссов DLC 2-го. Сейчас категория All Basses считается только с боссами DLC. Нету категории All Basses, там какой-то предыдущий патч. Только все боссы. Все боссы, значит, надо с двумя DLC.